всем привет с вами мария кордубаева вы на канале о ландшафтном дизайне и сегодня мы в гостях у сергея цевина основателя питомника сезона в воронежской области и у нас сегодня ребята представилась потрясающая возможность мы прям попали на перешколку посадочного материала перешколка это самый важный да сереж это самый важный процесс в любом питомнике россии которые собственно отличают вот эти вот растения выращенные в полях питомники от капанина от елочек в лесу давай расскажем нашим зрителям что такое перешколка почему она так важно почему она напрямую влияет на приживаемость посадочного материала и покажем этот процесс безусловно перешколка действительно это один из самых важных процессов на питомнике это и отличает как правильно вы сказали капанину от растений на питомнике каждые четыре года мы пересаживаем деревья для того чтобы формировалась компактная корневая система компактная корневая система свою очередь позволяет растениям хорошо приживаться на новых участках но естественно мы не только пересаживаем да но еще и полив подкормки какие-то которые дают растениям питания непосредственно в корневую зону тоже позволяют дополнительно сформировать компактную корневую систему которая опять же работает именно на приживаемость зачем нужна такая компактная корневая система я знаю ответ сергей не удивляйся я хочу чтобы наши зрители поняли почему мы все время говорим компактная корневая система компактная корневая система зачем она нужна чем больше корней мы сохраним при выкопке растения тем выше приживаемость и тем быстрее растение строится в рост меньше будет болеть и собственно говоря декоративность будет набирать на новом месте более эффективно энергия роста у него будет выше плюс ко всему это гораздо дешевле с точки зрения транспорта логистики да одно дело когда мы копаем и другое дело и возим просто грунт да там за сильно много денег да другое дело когда у нас а вот такую биомассу эгегей какую вполне себе кормит вот такая вот компактная корневая система собственно чего мы не скажем о елках выкопанных из лесу вестима да когда в лесу вы выкапываете выбрали красивую красавицу да елочка такая красивая будет хорошая начинаете копать а в лесу там же никто корни не обрезал то есть по сути перешколка это когда обрезаем корневая система да чуть-чуть увеличивая каждый раз размер комок да а в лесу никто это не делал поэтому когда мы приходим такие ту же с лопатой мы обнаружим что там три основных каких-нибудь мощных больших корня нам нечего делать как их просто перерубать мы притаскиваем эту елочку к себе на участок и вот эти обрубленные корни то есть это не полноценная корневая система она не способна выкормить всю эту огромную биомассу которая в общем-то вас и прелестила правильно совершенно верно да здесь не только вопрос переживаемости но и вопрос энергии роста соответственно может быть это растение и выживет но ближайшие там несколько лет а может быть и всю свою оставшуюся жизнь получив такой гигантский стресс вполне возможно что она потеряет энергию роста вообще навсегда сергей вот я вижу что у тебя здесь заготовленная ямка уже посадка идет как раз процесс мне же интересно она прям такого идеального конуса видного облика до формы совершенно верно сразу видно что это не лопатой атомалия специальные механизмы кто-то называет их выкопочными машинами кто-то называет их пересадчиками но суть одна то есть мы можем этими механизмами копать растения для клиента и можем пересаживать это достаточно универсальная схема которая позволяет работать с и деревьями ребята мы сейчас с вами увидим как новая обитательница переселяется сюда на пмж но года на 4 до получается смотрите здесь тоже важно очень ребята почему и елки вот такие которые требуют вот этой пересадки почему они сильно дороже чем капанина который у трассы продают да потому что они сейчас будут перебаливать их совершенно точно нельзя будет продавать то есть это будет поле на года они должны здесь приживать сейчас 2024 год мы их сейчас сажаем двадцать пятом году они перебаливают двадцать шестом году они растут им только в двадцать седьмом году я выживу после и только в двадцать седьмом году мы можем их продавать здесь правильно а если мы к двадцать восьмому году к осени двадцать восьмого мы их не продадим двадцать восьмого мы должны снова их перешколить на четвертый год получается совершенно верно и так максимум плюс один год еще но идеально конечно четыре года сусти но я могу сказать что научный процесс на питомных какие-то прям честные чебурашки очень стараемся практически никто так не делает но сейчас питомники все стараются делать правильно поэтому я думаю что этими отличается растение с питомника от растения из леса то есть вот в лесу вы точно этого не достигнете плюс ко всему перешколка постоянно увеличивает площадь питания для растений и площадь освещения таким образом формируется плотная хорошая крона а не только корневая система супер тогда я готова уже увидеть как эта красавица займет свое место как что надо сделать спросите красавицу занять свое место сергей сейчас а ее достаточно ювелирная и бережно а техника это это как называется это погрузчик с пересадчиком который смонтирован вместо ковша я сейчас достаточно такая бережно и ювелирно погрузили а потом эти лапы пусть они чем будет мне просто интересно комментируй пожалуйста всю эту работу что происходит часа пересадчик освободит ем оставит ее на этом месте дальше мы заливаем ее интенсивно влагой для того чтобы все пустоты были заполнены очень влажной почвы на уровне сметаны чтобы побыстрее корни ушли на независимое питание дальше по необходимости будем ставить растяжки чтобы во время ветра ее случайно не вывернула из кома земли ну и где-то через год снимаем растяжки и растение уже свободно растет вы даже растяжки ставить если мы видим что высота растений и парусность очень высокая да то конечно для того чтобы обеспечить максимальную приживаемость мы ставим растяжку тут же монтируется капельная линия почему недостаточно только капельницы капельницы не может создать сметану и нам нужна жидкая сметана для того чтобы вот эти пустоты которые мы видим были заполнены почвой ну вот как раз пересадчик готовит для себя яму то есть он привез елочку поставил да он взял теперь грунт и для себя которым он закопает скажем так ямку после елки которую он оставил и возьмет сюда другую ель так а вот сейчас я вижу параллельно у тебя уже ребята приступили к тому чтобы засыпать посадочную яму потом заливка да миш и капельницу включаете в самый последний очень нужна заливка покажите пожалуйста нам заливку мы можем он наверно пустой поехал на заправку он вылил всю воду и поехал за водой да так хорошо короче сейчас приедет бочка с водой вы ее прямо долго будете проливаете при этом вы сейчас уже сразу монтируете сразу же идет капельный полив капельного полива скажи пожалуйста вот вы ее сейчас пересадили есть разные сторонники внесения удобрений кто-то говорит что надо вносить удобрения прямо во время пересадки кто-то говорит только после того как растение прижилось и потом уже вносим удобрения как ты поступаешь а если это пересадка восемь конечно восемь и не кормим это раз во вторых так как у нас полива осуществляется через каплю мы кормим тоже через каплю удобрения стимуляторы кислоты мы запускаем микроэлементы мы запускаем как правило с капельницы иногда использование конечно опрыскивание но это реже это очень быстро и очень эффективно а вот этот период перешколки ты вот сказала сейчас мы это делаем в осень ребят мы не кормим но весной мы начинаем кормить а когда ты вообще перешколку делаешь очень интересный вопрос мы заметили так что ель не терпит перешколки когда у нее прирост больше пяти сантиметров если мы успеваем весной мы пересаживаем до прироста в пять сантиметров а если мы не успеваем то начинаем перешколку где-то середина августа если погода там ну хотя бы ниже 30 жары если там 30 36 34 жары мы ждем температуру более щадящий потому что сильную жару тоже стрессует растение она потом имеет меньше энергию роста а так остальное время мы практически не останавливаемся только когда самые сильные морозы и они могут мешать работе техники именно затрудняя проникновение ножей почву до или же когда снега допустим по пояс да там метра метр двадцать тогда конечно тоже тяжело работать все остальное нас не ограничивает предположим мы пересадили ель весной успели до прироста в пять сантиметров пересадили когда мы после пересадки начинаем носить удобрения если у нас устойчивая положительная температура и растения в интенсивном росте в этот момент и мы начинаем работать с удобрениями то есть вы в принципе не ждете нет нет но опять же подкормки подкормки идут этапами да как правило это от двух до пяти подкормок в течение сезона лимитационного да и опять же в начале весны мы кормим допустим растения где удобрения где больше азота ближе к осени мы кормим либо без азота либо с минимальным количеством азота где больше фосфора калия микроэлементов которые позволяют растению хорошо готовится к зиме и закладывать ну скажем так более насыщенный клеточный сок который хорошо противостоит именно морозом да не не позволяя его коли разрушится во время мороза сергей пока мы ждем а бочку до заправки я вижу что твой питомник не именовали возвратные майские заморозки просто колоссальные беспрецедентные которые накрыли всю страну в этом году двадцать четвертом я вот вижу даже на этой елочке да да к сожалению действительно мы тоже пострадали и часть прироста была утрачена это не болезнь да это действительно замерзший прирост который я думаю что зимой облетит во время сильного ветра вот но прирост можно сказать утрачен и в этом году елочка приросла меньше чем обычно ну то есть если бы вот эти вот приросты не побились заморозками мы бы увидели она была бы еще более широкой еще более высокой и еще более плотный еще более набитой еще более набитой да ну это вот результаты стрижки я думаю что в течение следующего года это все будет купировано а вот кстати когда вы стригли ваши елочки можно сказать что ель в принципе не ограничено по стрижке почему в отличие от сосны елка имеет большое количество почек замещения вот и мы можем встречи на любой из них на эту на эту на эту поэтому ограничение по стрижке ну как правило в сильную жару мы не стрижем опять же это стресс для растений и не комфортно для людей да и очень сильный мороз сильная жара это сколько градусов ниже выше 30 градусов выше 30 градусов даже 25 можете стрелять до 25 мы стрижем фактически по стрижке допустим по хвойным мы не останавливаемся можно так сказать начинаем когда сильные морозы спадают это грубо середина февраля иногда конец февраля зависимости от года и заканчиваем когда уже идет прирост вот когда мягкий прирост мы не трогаем потому что непонятно допустим как это все будет формироваться когда прирост уже сформирован да и хвоя стала жесткой мы возобновляем стрижку и она длится ну наверное вот до конца августа потому что потом люди уходят на выкопку на перешколку да и нам уже просто не до стрижки но если бы вы не успели что-то постричь что можно было стричь дальше елка в этом плане она не боится там замерзнуть там еще что-то и не должно случиться и за счет спящих почек да мы не рискуем как сосной вот сосна там очень серьезное ограничение ель в этом плане намного меньше вы стрижете один раз ель в год от одного до трех раз все зависит от того что мы хотим получить просто рост идет до в этом году мы стригли один раз ну опять же из-за того что были морозы но когда идет интенсивный рост иногда два иногда даже бывает три волны прироста тогда бывает и 2 и 3 стрижки соответственно потому что есть трижки выравнивающие стрижечки формирующие там и так далее елочка требует и того и другого ты знаешь у меня достаточно много лет уже существует канал и периодически я получаю комментарии что мы вообще изверги ель и так сама по себе красиво и прекрасно зачем над ней издеваться и и стричь вот как бы ты ответил на такой комментарий хороший вопрос но для чего мы стрижем для того чтобы придать некую форму любое растение а ель в том числе это пластилин какую форму придадим такое она будет соответственно мы формируем растения с узкой кроны растения широкой кроны да и растения как правило стараемся давать с одной вершиной но есть клиенты которые любят корону несколько вершин и мы стараемся удовлетворить потребности всех людей когда елочка приезжает на постоянное место жительства будь то город парк там улица или это частный дом дальше уже конечный потребитель сам решает отпустить и дать свободу растению и дальше не стричь или продолжать стричь ну это уже дело именно конечного хозяина задача питомника дать правильное красивое гармоничное дерево а вот к нам приехал еще одна ель мне нравится что мы с тобой обрастаем потихонечку лесом до елочками этот процесс он бесконечно начинали в поле скажем тогда уже так потихонечку одну при нас пересадили на можно уже прям знаешь какие-нибудь бирочки вешать там я была свидетелем на твои пересадки это ель колючая колючая просто обыкновенная видовая никакая не сортовая это пицца пунгенс глаука то есть голубая форма и это глаука ель колючая ель колючая форма голубая да так а там у нас кто приехал это не бочка случайно как раз приехала машинка к нам приехала бочка идите к вы нам нужны да и кстати вопрос скажи вы сейчас будете до монтажа системы капельного полива и и поливать или вот вы сейчас монтируете на самом деле можно и так и так это не играет ключевой роли главное чтобы этот процесс был сделан но тогда нам нужно показать этот процесс зрителям еще раз почему это важно да потому что капля она создаст просто влажность она не создаст вот эту вот жидкую фракцию почвы до которая заполнит пустоты причем воды нужно первый раз и много дальше уже капля будет справляться с поддержанием влажности но первая заливка должна быть очень интенсивный одно растение уходит от 50 до 70 литров для разовой заливки вот кстати ты знаешь каждый раз мне задают вопросы сколько лица ведер воды под пересаженное дерево первый раз много до интенсивности до до сметанки чтобы сформировалась такая жидкая фракция до которая заполнит пустоты в дальнейшем достаточно знаете как лучше интенсивно порекомендовать вот клиентам поливать интенсивно и реже чем по чуть-чуть каждый день вот если мы будем капать каждый день мы будем увлажнять по чуть-чуть мы будем увлажнять верхний слой почвы а нам нужно чтобы влага проникла в глубину в том числе к самым нижним корешкам которые у елочки чтобы они потихонечку начинали двигаться в стороны если мы будем там условно лить 5 литров да то мы будем промачивать только верхний слой поэтому на начальном этапе после посадки я рекомендую поливать там от одного до трех раз в неделю но интенсивно 57 на такой размер то есть где-то 3-4 метра 50-70 литров если это 5-7 то это до 100 литров может за один полив да опять же мы должны лить медленно чтобы влага впитывалась если это будет 5 ведер вылитых сразу вот вы поставите вылите это будет не очень хорошо потому что влага не успеет питаться опять же то есть эта цифра весьма условно если вы увидели что вот вода уже стоит сметана сформировалась и дальше уже вода начинает вытекать из приствольной лунки достаточно даже если влаги залили меньше чем надо значит возможно базовая влажность почвы достаточно высокая сейчас мы работаем когда почва очень сухая нас два месяца не было дождей и поэтому почва очень сухая и эти 50-70 литров они точно будут использованы если бы почва была влажная возможно понадобилось бы меньше здесь нужно чувствовать ситуацию да и если почва достаточно влажно не нужно пытаться впихнуть туда 50-70 литров за слово чувствовать отдельное спасибо потому что когда мне задают вопрос а сколько лить я говорю надо чувствовать в смысле чувствовать может нам еще на картах таро погадать вы не понимаете но растение же надо чувствовать да да ну просто подумайте как вот если дождь идет ливень почва влажная да то наверное в этой ситуации и 50 литров будет много да если же вот почва настолько сухая как здесь то мы должны максимально ее напитать влагой чтобы произошел вот этот процесс заполнения пустоты когда корни начнут двигаться в стороны совершенно спокойно потому что любая пустота это препятствие для движения корня эти елочки на растяжке вы ставить не будет нет они достаточно низкие ну как не условно низкий конечно три с половиной метра это не очень низкий но вот 5-7 метров те конечно они уже стоят на растяжке пойдем посмотрим то что я ни разу не видела в питомниках если это не какие-нибудь сосны не ваке ну или какие-нибудь там сложно сочиненные формы топиарные да я ни разу не видела чтобы ель ставили на растяжке вообще в питомнике у вас такие сильные ветра может вырвать но во первых ветра во вторых мы работаем все таки с серьезным крупномером да то есть вот уже 5-7 метров это тот размер который мы пересаживаем да не тот который мы формируем а тот который мы уже сформировали и он требует дополнительной пересадки и таким образом у него очень большая парусность несмотря на то что ком весит там около двух тонн плюс минус да но тем не менее все равно при такой парусности существует риск что во время ветра дерево может быть вывернуто с корнем назад это уже путь в никуда да мы не сможем вернуть корни назад поэтому используем растяжки и обязательно используем подземные крепления то есть специальные скажем так анкера до который винчивается в грунт и к нему крепятся растяжки на четыре стороны соответственно 90 градусов каждая растяжка друг от друга а как же вы вот с такими растяжками с такими анкерами пропалывать почву первый год снимаем когда идет обработка и потом ставим обратно а на второй год снимаем и растяжки в том числе это большой труд ну поэтому цена формируется да на столь высокие и перешколенные деревья безусловно цена выше чем на те которые просто капанина из леса я знаю что вы специально для нас как раз ту самую капанину из леса извлекли омыли корень для того чтобы наглядно показать как выглядит капанина в лесу до посадочный материал из леса нам обещают сейчас привести из леса договорились купили одну или елочку или сосну сейчас уточню и мы отмыли также корни одной из наших сосен прям приговорили для нашего эксперимента специально для того чтобы показать эту разницу и чтобы вы тоже понимали ну как это объяснить скажем так вашим подписчикам зрителям да в чем разница между растениями из леса и растениями из питомника пойдем посмотрим на вот этот ком аккуратно идем смотреть на корень отмытый специально для нас специально для нас приговоренной сосны между прочим итак мы пришли к приговоренные сосне сереж сколько лет было дереву 18 18 лет а сколько перешколок 5 перешколок чтобы сформировалась такая а какая была высота этого дерева порядка семи метров это было 7 метровая сосна ли обхват где-то 55 60 ребят идите сюда нырните я просто вам должна показать основание чтобы не быть голословными да потому что по корням вообще не скажешь что это такой простите долгожитель и в общем-то всего лишь два раза как мне до 18 лет ну это так вы знаете серьезная заявочка 5 перешколок то есть 5 пересадок высота значительная и такая просто вот плотная корневая система совершенно верно и все такие деревья приживаются конечно приживаемость получается этих деревьев нам намного выше чем деревья которые не перешколены это во-первых во вторых конечно очень много корней особенно вот тонких сосущих они улетели вместе с почвой но надо понимать что еще вот эти все корешочки были оплетены тончайшими корнями которые водяная струя унесла вместе с почвой то есть это вот прям тот самый образцово-показательный до сформированный как ты называл начале видео компактный ком компактная корневая система компактный корм компактный корм компактный корм я уже видите про корм ладно так хорошо возвращаемся а сейчас на экранах вы видите на контрасте корневую систему не компактно растение выкопанного в лесу который никогда не проходила никакую шкалировку которая в принципе неспособна выкормить без своих основных больших корней до всю эту биомассу с которой люди привозят если вы шеллены да скажи пожалуйста вот такие усилия такие колоссальные затраты ресурсов человеческих на всю эту перешколку да у вас все сосны и нормально переживают эту пересадку или все-таки тоже бывает выпад бывает выпад во-первых ветер у нас очень сильные ветра да если мы где-то накосячили с растяжкой или чуть-чуть опоздали мы можем потерять самая большая нагрузка идет на угловые деревья которые высажены по краям поля да именно угловые мы заметили что страдают больше всего именно порозе ветров то есть те которые принимают на себя основной удар скажем так вот больше всего страдают именно когда выворачивать деревья с комом и тогда уже назад корни не вернуть а какая процентовка выпада при перешколки посадочного материала две-три штучки из тысячи приблизительно то совсем не много еще одного процента при перешколе немного мы просто бракуем еще не только по корням конечно и по кроне если крона не проходит скажем как какой-то там базовый тест и я бы ее не купил условно да мы такое растение тоже бракуем сергей спасибо тебе огромное за то что ты нас очень рады помочь да что ты нас пустил в поля за то что ты просветил наших зрителей я думаю что не только зрители но и некоторых в том числе коллег да что такое перешколка зачем она нужна и почему ель из питомника на порядок дороже компанины которую можно купить у трассы мы же помним что перешколка это не только цель создание компактной корневой системы да но эта цель немножко сдержать рост чтобы растение было компактным то есть крона тоже становится более компактным вместе с корнями я благодарю тебя за эту невероятную экскурсию за такие смелые эксперименты ради нас с вами была мария кордубаева сергей цивина основатели питомника сезона воронежская область всем чудесных выходных спасибо до новых встреч до новых встреч субтитров субтитров